Анастасия Вертинская Всем привет, с вами Информ ТВ. Анастасия Вертинская стала звездой нашей страны в 15-летнем возрасте. Очаровательная красотка с ранних лет, она и сегодня прекрасна, хотя уже не находит интересных сценариев, ради которых могла бы вновь вернуться к работе. Ее жизнь была насыщенной и активной, действительно наполненной чудесами. Интересна не только карьера Анастасии, но и ее личная судьба. Обладательница удивительной природной красоты появилась в семье известного поэта, актера и певца Александра и известной актрисы Лидии. Девочка Настя родилась в эпоху Советского Союза. Семья ранее жила в эмиграции, где у них появилась старшая девочка, а вот младшая дочка увидела свет, когда родители вернулись на родину. Говорили, что родители Настеньки – это бриллианты, украшающие корону отечественной культуры. Александр был шансонье, ставшим популярным во всем мире. Лидия встретилась с ним в 17-летнем возрасте. К этому моменту ее будущему супругу уже было почти 50. Их роман загорелся мгновенно. Родители девушки категорически воспротивились. Действительно, в те времена оказалось совершенно невозможным выдать дочку за мужчину, который на более чем три десятилетия был старше. Лидия, однако, оказалась не только невероятно красивой, но еще и удивительно упрямой. Грузинская кровь дала свои плоды. В будущем известная на весь союз актриса настояла на своем и стала женой Вертинского. Позднее Анастасия расскажет, что она росла в окружении любви. Все относились друг к другу очень хорошо. У девочки была очень четкая и сильная связь с папой. Как считает она сама, эта линия оказалась едва ли не мистической. Отец любил и баловал дочерей. Родители старались приложить максимум усилий, чтобы их потомство могло полноценно и всесторонне развиваться. В то же время школьные отметки их волновали мало. Но пятерки по пению неизменно были поводом для похвалы. Благодаря известности родителей и их отношению к детям, девочки могли сами выбрать для себя такой путь, который привлекал их больше всего. Настя захотела стать балериной. Мать отдала девочку в тематическую школу. Вскоре преподаватели вынуждены были признать, слишком тяжелая попалась ученица. Это не слишком расстроило Анастасию, потратившую освободившееся время на изучение иностранных языков. Будучи выпускницей школы, она мечтала дальше связать свою жизнь с языками. Быть может, так бы и случилось бы, но одно внезапное и случайное событие в корне перевернуло ее будущее. Маму Насти на экраны вывел Птушко, именитый советский режиссер. Так сложилось, что он срочно искал девушку, способную исполнить героиню «Алых парусов». В 15-летнем возрасте красивая Настенька едва не провалила прослушивание, но помощники Птушко нарядили претендентку в платье, дали ей длинноволосый парик, и режиссер понял, что именно она – олицетворение Ассоль. Сам фильм Настя терпеть не могла. Тогда она была слишком мала для славы, которая рухнула на ее нежные девичьи плечи. Обычная жизнь внезапно оказалась под запретом. Теперь нельзя было ходить по городу, читать в парках и совершать любые покупки. Поклонники опознавали и преследовали. В то время Настя была готова навсегда отказаться от кино, но в качестве нового произведения для экранизации выбрали человека-амфибию. Этот роман девушка любила всем сердцем, и только поэтому согласилась поработать на камеру. К моменту окончания школы Анастасия была знаменитостью союзного масштаба. Для продолжения обучения она выбрала училище Щукино. Выступление, с которым она предстала перед комиссией, не произвело на жюри особого впечатления. У нее уже на первом круге были шансы вылететь. Педагоги оказались строгими, но и справедливости им было не занимать. Поэтому для красавицы сделали поблажку, вспомнив ее успешную работу в кино. Роли, сыгранные ею в фильмах, были явно намного лучше того, что девушка показала, пытаясь сдать экзамен. Анастасия получила шанс на пересдачу и проявила себя с лучшей стороны. Как рассказывали те, кому довелось учиться с Настей, она была приятной и отличалась достойным поведением. Ей не довелось познать звездные болезни, она не ставила себя выше других. Впрочем, две роли в известнейших фильмах не могли не сказаться на ее настоящем и будущем. Все время, будучи студенткой, девушка знала, что является объектом зависти. Ненормальные фанаты находили ее. Несколько раз она становилась объектом нападения. Так сложилось, что однокурсником девушки был обаятельный юноша, чье имя вскоре прославится на всю страну – Никита Михалков. Сегодня Анастасия уже не стесняется сказать, что ее характер не самый простой. Она больше всего ценит свободу, но каждая влюбленность именитой личности была искренней и страстной. Когда ей было около 20, Никита очаровал ее с первой встречи. Веселый и легкий, привлекательный и замечательный юноша был объектом всеобщей любви. Он прирожденный лидер и центр общества. Так сложилось, что в студенческие времена он был из тех немногих, кто не видел в Вертинской сложившуюся звезду. Он сочувствовал ей, видел, как ей завидуют, знал о злобе сокурсников и считал, что девушка не заслуживает такого обращения. Они нашли общий язык и влюбились друг в друга. Чувства были сильными и обжигающими. Общественность осудила эти отношения, но пара вскоре начала жить вместе в квартире мужчины, а затем на даче. Официальная регистрация отношений была сделана не сразу. Пара сочеталась с официальным браком, когда их сыну уже исполнилось полгода. В три последующих года супруг надеялся, что его избранница станет прилежной домохозяйкой и спокойной матерью его детей. А вот Анастасия к такому не была готова. Карьера для нее казалась центром жизни. Она бралась за все предложенные фильмы, даже участвовала в массовке. Для нее единственным желанием было пребывание на съемочной площадке. Три года в браке закончились из-за этого разводом. Пара спокойно и тихо, очень интеллигентно рассталась и сохранила теплые и дружеские отношения. О втором браке Анастасия говорит редко и предпочитает уходить от вопросов. А вот Александр Градский, бывший ее неофициальным вторым супругом, отличается противоположной позицией. Он даже выпустил книгу, в которой все описал в деталях. Эти двое познакомились на домашней вечеринке общего друга. Градский впечатлился красотой Анастасии и начал ухаживать. А актриса взаимностью не отвечала. Все изменилось после встречи в Крыму, когда Настя влюбилась. Роман был стремительным и захватывающим. Пара гуляла в горах, пила роскошное крымское вино и считала, что эта любовь – главный подарок от судьбы. Но совместная жизнь длилась недолго. Официально брак даже не заключали. Еще одним мужчином в ее жизни был Олег Ефремов. К сожалению, тут тоже все сложилось непросто. Их роман начался, когда Олег еще был женат. В те времена Настя согласилась бы стать его женой, но сперва нужно было оформить развод. К моменту, когда Олег освободился, она уже передумала выходить за него. Этот роман длился больше любого другого в ее жизни. Анастасия искренне обожала Ефремова, который помог ей осознать собственный актерский талант. А также у Анастасии было еще два продолжительных романа с Павлом Слободкиным и Борисом Эйфманом. Но ни с кем очень длительных отношений так и не сложилось. Брак для себя Вертинская считает утопией, а главными мужчинами в жизни называет отца и сына. Сейчас Анастасия Вертинская посвятила себя семье. Актриса общается с внуками, которые называют ее Нана, так как слово бабушка актриса не жалует. В семье Степана Михалкова подрастает трое детей. Старшая дочь Александра Михалкова и сыновья Василий и Петр. Если вам понравилось наше видео, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok